Никак не могу понять, почему апельсины, выращенные в другой стране, на другом континенте и привезенные через тысячи километров, стоят дешевле, чем картошка из местного хозяйства. Жалуются матери на мужа. Мама, он меня обидел. Я еду к тебе. Мама подумала и отвечает. Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам. Общаются две блондинки. Одна говорит другой. Я вчера тест на беременность сделала. Вторая подумала и отвечает. Ну и как? Сложные были вопросы. Гостиница. Почтенный господин говорит коридорному. Любезный, мне кажется, я забыл зонт в своем номере. Сбегай-ка в номер 914. Посмотри там в углу, за камином. Лифт не работает и коридорный отправляется на девятый этаж пешком. Через 10 минут он возвращается, запыхавшийся, потный и говорит. Сэр, вы оказались правы. Зонт стоит там, где вы и сказали. Прикажете принести? Еврей спрашивает раввина. Скажите, Ребе, вот если вы найдете на улице чемодан, и в нем миллион долларов, вы вернете его владельцу. В ответ слышит. Но если точно узнаю, что этот чемодан потерял бедный человек, то обязательно верну. Мама спрашивает свою дочь. Если вечером в парке к тебе будет приставать маньяк, что ты будешь делать? Дочь подумала и отвечает. Себе задеру юбку, а ему спущу штаны с трусами до пяток. Мась злобна. Ах ты шалава. Проститутка. Дочка улыбнулась и отвечает. Мама. А ты подумай, кто так быстрее побежит. Встречаются две подруги. Одна другой говорит. Маша. Ты знаешь, Иван Иванович Иванов. Еврей. В ответ слышит. Да брось ты, клава. Не может быть. Первая продолжает. Маша. Но я же это не из пальца высосала. Раздается телефонный звонок. Сара снимает трубку и говорит. Алло. В ответ слышит. Это квартира Рабиновичей. Дело в том, что вашего мужа сбила машина. Сара взволнована. О боже. Какой ужас. Скажите, а он успел яйца купить. Пациент дурдома говорит новому врачу. Я абсолютно здоров. Запихали меня сюда, потому что я отрицаю религию. А верю лишь в человеческий разум. В величайших и гениальнейших его представителей. Ньютона, Эйнштейна, Сидорова. Доктор послушал и уточняет. Сидоров. Кто это? Пациент продолжает. Сидоров. Это я. Первоклассник Вовочка приходит 1 сентября после школы домой и говорит. Папа, я сегодня девочку дернул за косичку. А она меня стукнула учебником по голове. Отец подумал и отвечает. А не кто тебе? Сынок, легкой жизни не обещал.